Тема первый житель медвежьего приюта. Его привезли со Спаска Дальнего. Там он успел начудить, откусил руку нетрезвому гражданину, который полез к нему в клетку. На следующей неделе у Темы появятся два соседа из Артема. Идея создания приюта для медведей у директора зоопарка Садгород Сергея Основина появилась еще два года назад. Тогда в зоопарк часто приносили осиротевших медвежат. Совместно со специнспекцией тигр часть животных удавалось реабилитировать и отпустить в дикую природу. Часть распределить по зоопаркам. Однако количество взрослых медведей, которые находятся на содержании у частных лиц, с каждым годом растет. Таких медведей много у нас в Приморье. Живут они в частных домах, на металлобазах, при кафе. Охотнадзор их конфискует, потому что это незаконно добытые объекты из живой природы. А девать их некуда. Если их некуда девать, у них судьба утилизация. То есть их или усыпят, или расстреляют, я уж там не знаю. Поэтому мы решили наконец-то вернуться к нашему проекту. Медведей с похожей судьбой в крае много. Браконьеры незаконно убивают медведиц, а малыши вынуждены скитаться по заправкам и кафе. Подбирают их добрые люди, но назад в природу их не вернешь. Они вновь выйдут к человеку просить еды. На этом гектаре медведи будут свободно гулять, купаться, кататься с горок. Территорию оградят двойным забором. Наблюдать за животными можно будет с виадука. Всего приют рассчитан на 7 зверей. Небольшие вольеры, которые служат животным в спальне, уже построены. Сейчас организаторы собирают средства, чтобы огородить территорию. Содержание зверей, оплату работы охраны и другие расходы зоопарк Садгород берет на себя. Со временем возможности приюта планируют расширять. И тогда многие животные смогут жить пусть и не в тайге, но в достойных условиях. Ну а тем, кто провоцирует случай попадания медведей к человеку, следует помнить, что они обрекают диких зверей на смерть. Или в лучшем случае пожизненное тюремное заключение. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.